Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет, четвертая глава послания к Галатам. В первых трех Павел развивает тему закона и веры, говорит, как в послании к римлянам, только гораздо более энергично и полемично, что человек получает благодать по своей вере, а не по исполнению закона, а в четвертой главе он начинает развивать образ, который был в конце третьей. Вы дети Божьи, по вере во Христа, говорит он Галатам, и, соответственно, вы, хотя вы язычники, вы не израильтяне, а Галаты – это народ, живущий в Малайзии, кельтский народ, хотя вы не израильтяне, но вы становитесь со-наследниками этих обещаний Аврааму. И в четвертой главе он развивает этот образ. Еще скажу, наследник все это время, пока он во младенчестве, ничем не отличается от раба, хотя ему все принадлежит. Он остается под властью воспитателей и управителей, назначенного отцом срока. Ну, то есть, малыши подчиняются взрослым. Все, вот как рабы подчиняются своим хозяевам. Хотя раб останется рабом, а наследник со временем станет господином. Так и мы, пока были младенцами, были подчинены стихиям этого мира. Вот что он здесь называет, судя по всему, это материальные правила. Да, вот Моисеев закон, он перечисляет, как нужно там есть, пить, как нужно исполнять богослужения. То есть, он дает какие-то очень материальные правила, стихии этого мира. Вот все такое очень конкретное. Ну, и младенец, ему тоже взрослые говорят, как ему себя вести, малыш, да, и чего можно есть, чего нельзя и прочее. А когда пришла полнота времени, Бог послал собственного сына, родившегося от женщины, и в подчинении закону, чтобы он искупил подчиненных закону, и чтобы мы были усыновлены. То есть, Христос рождается как один из израильтян, он подчиняется закону, но это для того, чтобы как раз вывести из зависимости закону к чему-то более высокому. А раз вы сыны, Бог вселил в наши сердца дух своего сына, взывающий Авва-Отче. Авва-Отче — это обращение к Богу. Авва, собственно, арамейское слово, которое переводится даже, может, не то, что как «Отче», а скорее как «Папа», такое нежное, интимное обращение. Так что ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник по Божьей воле через Христа. Когда вы не знали Бога, то были рабами, мнимых по природе своих богов. Они же язычники изначально, да? Теперь вы знаете Бога, и более того, Бог вас познал. Как же вам теперь возвращаться к немощным и убогим стихиям? Речь идет о соблюдении того самого ветхозаветного закона, к которому, очевидно, призывали проповедники «другого» Евангелия, с которыми Павел спорит в этом послании. Хотите снова стать их рабами? Вы отслеживаете дни и месяцы, сроки и годы, и я уже боюсь, что впустую трудился ради вас. Но, очевидно, идет речь про соблюдение неких обязательных в иудаизме постов и праздников, которые уже не имеют такого смысла для галатов после принятия ими христианства. Умоляю вас, братья, будьте как я, ведь и я стал подобен вам. Ну, вот это «будьте как я», собственно, «делай как я». Он дает им некий пример для подражания. Павел ведь расстался с иудейским законом, хотя изначально тоже был иудеем. Но вот он просто показывает, что этот путь уже пройден, и он может их позвать по тому же пути. И дальше немножко личных отношений. «Вы ничем меня не обидели. Вы знаете, что когда я начал проповедовать у вас Евангелие, я был немощным плотью, и это стало для вас испытанием. Очевидно, какая-то болезнь, которая его сразила как раз в начале его проповеди среди галатов. Ну и, конечно, для них это, может быть, была дополнительной нагрузкой. «Но вы не отнеслись ко мне с презрением или отвращением, а приняли меня словно ангела Божьего, словно Иисуса Христа. Где ваш прежний блаженный настрой? Тогда, свидетельствую, вы бы вырвали собственные глаза и отдали бы мне, если бы могли. Неужели я стал вашим врагом, говоря вам правду?» Вот из этого отрывка делают вывод, что у Павла была какая-то серьезная проблема с глазами. Мы не знаем, какая. И вот там, может быть, обострение случилось во время проповеди. И, соответственно, он... Смотрите, вот настолько ему все это важно, что в послании к галатам он их личное отношение упоминает мельком и ближе к концу. Вот с коринфянами он очень долго и подробно разбирает, что они большие друзья, что они вместе. А вот с галатами настолько горящая для него тема, что вот даже это лично... Он как-то забыл о нем, упомянул, вот только уже на середине послания, даже к концу ближе. «Есть те, кто ревнует вас не ко благу и стремятся вас оторвать и склонить на свою сторону. Доброе дело, когда тебя склоняют на доброе постоянно, а не только, когда я с вами». То есть, смотрите, ревность, да, вот... «Ух, галаты, вы же мои! Куда это вы побежали? Кто это вас там совращает?» Вот если такая ревность приводит к тому, что человек на доброе дело их тащит, то это хорошо. А если просто мои никому не отдам, вот сейчас всех зажмут, то, конечно, ничего хорошего. И дальше такие очень пронзительные слова. Он вот с галатами резок. «Дети мои, я снова рождаю вас в муках, чтобы образ Христова был запечатлен на вас». Как женщина рождающая, да, она страдает, конечно, но потом у нее зато ребенок есть. Вот так и здесь он их снова рожает, в муках причем, чтобы на них был образ Христов, то есть, чтобы они действительно были христианами. «Хотел бы оказаться сейчас среди вас и поговорить иным тоном, а то вы ввели меня в недоумение». Вот как раз у него эта тема детей, и мы дети все перед Богом, и галаты вы, говорит Павел, мои дети, я вас снова рожаю. И вот с такой некоторой угрозой, ну, погодите у меня, доберусь я до вас там. Вот. Но ведь это все-таки отношения между любящими, да? Даже когда детям грозят, все-таки им грозят, потому что их любят, а не потому что ненавидят. «Скажите мне вы, кто желает подчиняться закону?» Да, он, наконец, начинает спорить уже так напрямую. «Вы что, не слушаете закон?» Там написано, что у Авраама было двое сыновей, один от служанки, один от свободной. Но в книге «Бытия» у него есть Измаил, сын от Агари, служанки, и потом Исаак от жены Сарры. Потом, правда, у него еще будут дети, но вот о них практически ничего не сказано. История этих двоих подробно. Двое сыновей, один от служанки, один от свободной. Тот, который от служанки родился по плоти, ну, то есть просто от того, что Авраам хотел близости с женщиной, да, и все. А тот, который от свободной, по Божьему обещанию. Вот о нем была отдельная, действительно, весть от Бога. «Толкуя и насказательные» – это два завета. Один заключен на горе Синай и рождает для рабства. Это Агари, но поскольку сын рабыни, он тоже раб. Ведь Агарь – это гора Синай в Аравии. Она соотносится с нынешним Иерусалимом. Он в рабстве вместе со своими детьми. Имеется в виду, что иудеи, они в рабстве у римлян, ну, то есть подчинены Риму. И это то же самое, что наложница Авраама Агарь, которая была рабыней. И это все он связывает с ветхозаветным законом. Вот здесь у Павла в наиболее ярком виде из всего Нового Завета то, что потом станет аллегорическим методом толкования называться. Когда какие-то эпизоды, люди, события понимаются не самостоятельно как вот что-то такое, что описывают живые существа в их взаимодействии, но как символы неких идей или понятий. А небесный Иерусалим свободен, он мать для всех нас, то есть Сара, которая рождает наследника. Она подобна небесному Иерусалиму, Новому Завету. Как написано, и цитата дальше из Исаии, «Радуйся, ты бесплодна была и не рожала, разразись ликованием, ты родовых мук не знала, но множество детей теперь у одинокой, больше, чем у той, что имеет мужа». Вот текст, который относится, конечно, может быть, к чему-то другому изначально, но Павел, как часто это делает, приводит его как свидетельство того, что Новый Завет превосходит Ветхий. «И мы, братья, дети, рожденные по обещанию, как Исаак, и как тогда, рожденный по плоти, преследовал рожденного по духу, так и теперь». То есть Измаил тогда обижал Исаака в ранние годы, пока его не прогнали. И, собственно говоря, вот он говорит и сегодня, иудеи гонят те, кто рожденные по духу, иудеи гонят те, кто принял Иисуса. Что же говорит Писание? «Изгони служанку и ее сына, ибо сын служанки не станет наследником вместе с сыном свободной». Так что, братья, будем сыновьями не служанки, но свободной. То есть откажемся от соблюдения закона и как вот такого условия спасения, поймем, что он условен, ограничен, и будем полагать свою надежду исключительно в вере в Христа. Вот его основной призыв к галатам. Мы закончили четвертую главу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!